вот такой сомик которого кстати мы поймали ловили судака у нас поймал сейчас будет прекрасный сон убегать сама я еще не готовил сейчас мы его пошибуршим очень вкусно пахнет ну что я ставлю еще минутки на три пару минут процедура та же самая куски толстые с одной стороны пять минут перевернули с другой пять минут как бы запечатали его с открытой крышкой и третий раз закрываем крышку и на малом самом малом огне еще пять минут пустой теперь рыбу сбрызгиваем с этой стороны будем переворачивать чтобы она уже была в маске он как-то сложнее готовить ай красота смотрите чего у нас там получается то ой 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 вкуснотища какая-то кому стало интересно кто хочет себе такой приобрести будет в описании ссылка и если вы перейдя по ссылке или позвонив по телефону назовете промо код герасим шерп у вас еще ожидают приятная скидка на чек просто скажите что вы с ютуба там с канала герасим шерп и вам посчитают скидочку грилем мы пользуемся более двух с половиной лет на катере постоянно он у нас вот на шерпе стали возить с собой тоже ну как бы был плохим бы мы бы им не пользовались был бы плохой а так милое дело поймал рыбку быстренько ее раз на гриль зажарил пока она хвостиком и шевеляет запах божественный все быстро никаких углей не надо возиться с дровами то принципе не только рыбу все что угодно хотите его нутку здесь можно раскрыть там и также приготовить так вот у нас принципе ругается таймер пара герасим сельчика переворачивать это сон более сильно отгорает может быть потому что я не умею его готовить ну я первый раз в жизни делаю сама ребят ну ничего сложного как видите что тут шмяк-бряк и все почти готов сон горячий горячий гриль очень хорошо прогревается для готовки рыбы милое дело бывает что гриль не может прогреть решетку либо решетка если вот здесь чугунная решетка когда решетка не чугунная это тонкий металл какой-то что не подобрать практически температуры то много то мало то есть понимаете тонкий металл имеет инертные не имеет инертности по температуре и то есть огонь то что дает он то и отдает сразу на нем то пригорает то еще чем чугунная решетка же она прогревается более равномерно вся и за счет этого получается у нас блюдо моднее заходит а если вода грязная естественно говорят что даже такой там эти злопыхатели там что вот там осетрина заходила на какую-то речку то есть допустим вот ты живешь на одной речке две речки идут то есть злопыхатели брали и бросали на той речке на выходе из речки бочки с соляркой пробитые да пробитые дырки делали там или что ну какую-то гадость бочек клали там карбит понимаешь просто бросают на выходе твоей речки в твою речку не заходила рыба рыба отворачивает от этой речки и идет в другую все то есть как устроены то есть астраханская область идет волга волга которая впадает впадает в каспий и там еще есть ахтуба ахтуба и кигач который переходит в кигач две основные речки больше речек нет они доходят до определенного момента до определенного момента и разветвляется намного там проток у таких вот вот о чем я говорю то есть если ты в этой протоке финиш бочки а рыба каспий ходит по кругу то есть она идет идет по кругу то есть ветер думал восточный бац она начинает заходить в нашей речке она подходит к твоей речке у тебя плохая вода она проходит она уходит мимо она проходит и заходит в волгу допустим не идет кигач а проходит и идет в волгу в основное русло ну и так далее и тому подобное то есть есть так говорят что таким даже занимаются ну что ребятки у нас опять звонок и вот он наш сом красивый опробовали вы сама так как его пробуем мы на берегу реки в астрахани приготовленную на гриле вот мы сейчас будем пробовать мне кажется будет бомба еще три минутки вот они раков не едят головы там самок не едят головы жариков не едят то есть они рыбу едят но и то я думаю больше русские приучили то есть рыбу они не очень ну как бы сейчас да потому что здесь нужда есть мясо уже стало дорогим удовольствием выращивая его они быстрее там обязательно продадут пол коровы себе ставят конечно мясо но остальное продадут купить сахар купить там муку и так далее то есть зарплата здесь минимальный просто ужас сколько они здесь получают то есть в астрахани есть такие зарплаты как 7500 рублей там 8000 и очень распространены на это а здесь вот они живут чем они занимаются как правило все уезжают на вахту вахтовые методы работоспособные они уезжают на вахту то есть работает на москве там компаниях больших каких-то но я имею ввиду там строительные там мужики что-то строит и так далее ну то есть он в месяц там работает на вахте два месяца работы вот он получил зарплату приехал там на неделю там на месяц и опять там проели эти деньги дальше поехал на работу понятно так ну что ж у нас прозвонил последний звонок зрителей просим поторопиться потому что у нас созрел сом но у вас есть счастливая возможность ребят посмотреть как мы его едим если вам захочется есть также ну хотя бы примерно так же хотя бы черт с ним приготовить рыбу на балконе к что кстати тоже возможно с этим грилем или в любом парке в городе нет открытого огня тоже не запрещено вы можете приобрести его перейдя по ссылочке или позвонив по телефону который будет указан под роликом если вы скажете промокод герасим шерп то вас ждет еще скидка обязательно скажите и вы сэкономите деньги на какие-нибудь на даже на ту же рыбу до мелочь а приятно ну что ж мы будем снимать и пробовать подавать тарелка какой тебе кусок вот этот мишки кусок запчасть от куска оторвалась так все я отошел так михаил выбирай вот этот хвостик а и пару кусочков мы наверно еще привезем на базу угостим кого-нибудь и и спросим вкусно ли им было вкусно мешание как конфетка да я все переживаю я же как повар за все переживаю ребят вдруг ну вот на всякий случай у нас еще лежит два кусочка которые разогреты ребятки случился ахтунг сом еще не доготовился я потому что ни разу в жизни не готовил сама и его надо дотомить до его во первых надо стыки у нас чуть-чуть большие получились толстые очень и мы его сейчас просто потомим еще и все и все будет хорошо можно там одну удочку забросить на сама там понимаешь какую там здоровую жабину насадить понимаешь чтобы у тебя клюнул на 2 тут сапог такую жабину видел 30 килограмм понимаешь ну вроде не быстро клюнет не быстро клюнет вроде как рыбалка состоялась и вроде как ты выполнил миссию вот вроде как удовлетворил свою потребность по ловле сазана ой сама ребят мы тут обсуждаем наш летний приезд вообще когда лучше как лучше и на что лучше мы приедем ловить сазана и сама потому что сейчас попробовав это это решили что да это вкусно это нужно ну и вы приезжайте опять же под всеми нашими астраханскими роликами есть есть телефон куда вы можете позвонить и вот позвонить михаилу и договориться о приезде на какую-то рыбу либо договориться чтобы вам может быть сообщили когда будет лучше клев чтобы приехали именно но опять же говорю просто так сюда ребят не приехать то есть это надо ехать все равно к михаилу михаил делает пропуск в эту зону и вы уже на вот таких лодках с мотором с егерем едете до зона приграничная просто так здесь не забраться и не половить просто так приехать не получится все делается через базу и здесь есть люди специально обучены которые знают где ловить что ловить на что ловить и и вас научат даже если вы никогда не ловили ни ту ни другую рыбу вас все равно научат это делать без рыбы вы точно домой не вернетесь потому что на многих базах пьянка гулянка а тут рыба надо ловить рыбу она есть сюда надо ехать на рыбалку до те кто хочет именно на рыбалку приезжайте сюда в тянутся и побухать всегда можно и дома либо где-то да где-то на даче либо на базе где народу больше чем рыбы специально отведенных для этого места да так ребята по 5 заход с тарелками да и мне кажется этот рыба уже готов сейчас пожалуйста а ну что я могу сказать спасибо гриле о гриль гриле гриль блин вот как звучит гриле гриль если вы захотите такой же звоните у вас он будет доставляют ребята по всей стране есть у нас кто покупал и в мурманске и в общем со всей страны покупали пользуются довольные а если вы уже купили такой гриль ребят и он у вас есть то сделайте видео или фотографии мы у себя это опубликуем а вот где-то в группе в контактах будем в инстаграме выкладывать поделитесь своими впечатлениями об этом гриле а вы теперь делитесь впечатлениями о сами ну михаилу понятно что михаил их съел столько астрахани все равно ем и рыбу с удовольствием и тем более с этого гриля но не тем более наверно можно так сказать а просто вкус вкусно вкусно удобно быстро до надежно удобно быстро надежность в том что ты приготовил как бы за 15 минут и хочется выделить больше времени на рыбалку да они на приготовление пищи 15 минут приготовил еду и пошел опять ловить рыбу рыбу который только что поймал вкусно блин эти будем прям как вот карт только сом немножко отличие очень вкусно америка жрет просто он не отличать ну да я живу тоже не повара положил и не знаю минимальные правила какие-то жарки на гриле у меня получается еда которую не стыдно куда-то подать что тоже немалоприятно сом это что-то костей нету вкусно то мы еще на базу два куска привезем все ребят будем собираться потому как ну сами видите рыба рыба не жрет она есть она точно есть потому что в верши мы ее видели окунь вы видели за блесной гоняется а даже потычек нету но вот эти морозы конечно чуть-чуть нам взбили погоду слава богу мы в первый день хорошо попали как вкусно волшебно я дома жене сделаю сама а кабаны ездить да вымерли было раньше очень много после лет пять назад была вот эта чума какая-то а так было прям может вытравили даже места так кабанячьи ну то есть ему вот копать вот эти корешки всякие а раньше здесь кабанов было ребят ну как видите вкусно настолько что я сажал все хотел кости съесть но меня остановили это мы выбросим птичкам а тарелочку сожгем все прекрасно вот нормальный быстрый мужской обед даже вот два куска у нас осталось за часик я приготовил два вида рыбы и два куска у нас осталось для того чтобы угостить кого-то на базе мы их отвезем и кто-то покушает кто не имел такой возможности побывать с нами и поесть прямо с гриля мы угостим зажаренным самым сейчас я быстренько почищу решетку решетку чистить совершенно не сложно еще такой совет вам если вы что-то приготовили ну вот я у меня здесь уже все сухое а бывает что там не догоревшие еще что-то просто берете включаете гриль на полный огонь и она выжигает превращается в угольки все выжигается вот гриль в принципе готов к следующей порции чего бы то ни было все можно готовить что-то еще следующую порцию если это рыба в принципе можно было и не чистить и так готовить но чтобы не пригорало не прилипало лучше конечно гриль очистить все выключаем его сейчас он остынет немножечко протрем и можно убирать протереть можно прям бумагой масло чтобы не осталось там оно не прогоркла на следующую жарку как-то так миша ну чё вкусно невероятно очень вкусно бомбически просто бомба бомбически да вроде когда ребята начинаешь все это дело раскладывать думается такой да ну нафиг сейчас раскладывать еще что-то я консерву достанем быстро съедим и прочее но когда мы уже поели и думаю что блин все это не зря было тут и делов то вот шланг подключить газовому баллону и достать гриль из чехла все но можно купить распылитель вот такое вот масло можно купить распылитель у нас я покупал на алиэкспрессе распылитель кому интересно будет спросите я дам ссылку распылитель для масла именно он там стоит что-то 400 рублей или 500 рублей в него можно наливать масло и также брызгать вот сюда у нас собирается жир весь как видите все это достанется птичкам невеличком пусть кушают толстеют растят птенцов как показали поклевки которые были кружки работают флажки срабатывают и в принципе я думаю недолго еще осталось испытание и мы будем их пускать в какую-то такую мелкую серию и вы сможете тоже ловить такими универсальными вещами как наши кругложерлицы и это будет снасить для лета и для зимы одновременно то есть есть там задумки что то есть он очень пугливый и так далее да при ловле сазана нужно вести себя в лодке тихо но ты можешь так же встать посередине реки не прикармливая сазана он быстрее подойдет знаешь почему ничего не опасно нет нет не так вот река перед нами река перед нами река ты сидишь на берегу и допустим прикормишь вот это место прикормишь вот это место ну сколько ты можешь прикормить там пятак допустим пять на пять правильно у тебя же не грузовик прикормки ну да у тебя там мешок вот ты мешок высыпал на то есть маркер бросил и начинаешь бросать прикормку допустим у тебя получился пятачок пять на пять метров ну образно говоря в диаметре пять метров течение у нас ну образно говоря предположим в эту сторону вот эти пять метров то есть идет шлейф и сазан приходит оттуда то есть он чувствует он может чувствовать за пол километра за километр то есть течение уносит вот эти какие-то запахи запахи уносит и он подходит и начинает кормиться и приходит постоянно на это место ты стоишь на лодке посередине другой способ ты стоишь на лодке посередине у тебя лодка десять метров ты бросил там пять удочек то есть у тебя уже десять метров запаха образно говоря на которые приходит сазан все и ты можешь на лодке ты можешь выбрать ты знаешь ага вот это вот здесь приямок то есть наверняка там сазан есть то есть тебе не нужно быть привязанным к берегу то есть нужно выставить удочки сигнализаторы и так далее ты знаешь там плохой берег там не встанешь обрыв но сазан там есть но сазан там есть как ловить как ловить ты подъехал на лодке заикарился бросил свои удочки все и начинаешь его ловить самое главное чтобы он был там все я всегда говорю сазана не надо кормить его надо ловить короче ребят вот они сейчас разговаривали как сазана там ловить прочее я понял одно что ловить надо там где есть рыба здесь рыба есть ее надо ловить вот приезжайте к Мише и ловите а он покажет у него есть 102 способа честного изъятия сазана из реки вот так что он вас научит сколько у меня было моментов таких жизненных ситуаций прикармливаешь прикармливаешь сазана первый день клюет второй день клюет и вдруг происходят какие то я не знаю атмосферные аномалии еще что то на третий день вот ни одной поклевки а стоим в одном и том же месте в одном и том же месте с берега ловим не клюет вот ни одного я думаю только одно сазан он ходит стадами то есть у него есть группа допустим там 100-200 особей там 5 особей ну как правило они большими стадами ходят там сотня 2-3 то есть этот сазан это стадо ушло на какую-то другую кормовую базу вот ушел вожак и все потихонечку идут они самосохраняются таким способом вот эти стада то есть что-то их испугало проходящий корабль лодка еще что то или там более более для этого стада более проходящая кормовая база больше ее больше да ее больше и птичка пойдем там много вкусного да да ну то есть а сазану по любому он покушал потом он стоит не кушает он не кушает он чистит жабры то есть у него вся грязь проходит через жабры и он может просто отойти или может даже в этом месте стоять образно говоря это стадо в этом месте в данный момент чистит жабры он не будет клевать или они наелись твоей прикормки тебе просто нужно изменить место и все в другом месте стоит голодный сазан все а можно иногда перекормить вот ты стоишь и прикармливаешь понятно рыба подошла наелась и все да да почему обязательно в прикормку в сазане прикормку добавляют коноплиные зерна коноплиные коноплиное масло конопли конопля дает для него что она дает для сазана то есть запах это раз а второе его просто слабит он быстро ходит в туалет он просто говоря он голодный да но он кушает и у него ну он образом говоря ходит в туалет то есть и для этого конопля обязательно должна присутствовать чтобы он был вроде как постоянно голодный то есть желудок у него постоянно пустой ну то есть он вроде поел в туалет сходил тут же пронесло его и опять хочет то есть прям я беру иногда вот у нас дикая конопля есть если вот там кто-то хочет стоять на острове ловить обязательно листву конопли туда то есть он ее съест там с прикормкой ну или запах будет его привлекать но какое-то масло все равно конопли попадет и он его пронесет до сюда Миша а какие спиннинги используются ну вот удочки какие для сазана какие тесты если из лодки то как правило это карповое удилище небольшое не длин ни 3 метровые ни 2,70 не нужно достаточно всего там 2,50 2,40 2,40 то есть в лодке тебе удобно тебе не нужно кидать на 100 на 200 метров ты можешь кидать там на 20 метров этого достаточно и короткое удилище позволяет сделать и как бы у тебя много места не занимает в той же лодке не у всех лодки по 9 метров как у меня понимаешь в нее можно вроде как положить трехметровую удочку но ну а зачем неудобно да такой сноб когда их собираешь опять же ты стоишь в лодке ты высоко там удочку поднимаешь опять же у нее будет у дорогих удочек они легкие но они дорогие ну не у всех наверное есть деньги на на там дорогие удилища вот обыкновенные спокойные удилища ну то есть 2.40 2.50 2.70 предостаточно я бы рекомендовал 2.40 мощные катушки единственное то есть желательно с бейтраном ну вот по классификации дайвы это какие катушки трехтысячные и выше да 4000 и выше 6000 это максимум больше не надо она подойдет и и ставить единственное плетеные лески естественно ну плетенку 3.03 естественно и выше там почему то есть зашел в корягу тебя не обрезала коряга то есть все коряги которые в воде они как правило обросли ракушками там еще чем то еще чем то то есть он сазан пытается как правило спрятаться когда он поймался он бежит туда где есть какое-то укрытие спрятаться более толстая плетенка позволяет тебе его как бы выдернуть оттуда как бы то есть или приостановить чтобы он не шел в ту в то место куда тебе не нужно чтобы он шел под коряги или там куда-то уходил то есть ты его чуть-чуть придержал спокойно то есть когда крупный сазан 10-12-15 килограмм то есть обязательно нужно более прочные плетенки а сколько а сколько ты скажем так какой у тебя был здесь рекорд после запаса 18 килограмм да подсачники обязательно жесткие не нужно мягкие подсачники с мягкой веревочкой подсачник должен быть большим но полностью жесткий полностью жесткий им проще и надежнее ловить армию единственное требование к подсачникам из лески желательно из лески ну вот ребята это мы готовимся поехать на сазана и у Михаила спрашиваем что нам надо из снастей кстати вы тоже еще сможете успеть побывать здесь и половить этих скажем так подводных поросят очень вкусных кстати совместить рыбалку с сазана и сама тоже можно ну в плане того что за один приезд один день половить сазана другой день сама я так понимаю в принципе снасти они удилище и все это подойдет как от сазана так и на сама да можно будет просто переоснастка делается самих самих крючков там прочего и можно будет ловить сама так что есть такая вот возможность половить две рыбы и две рыбы достаточно трофейные крупные сильные и очень да очень очень вкусные и главное что они здесь есть это точно это вот редкое место где еще осталась рыба рыба есть ее здесь много вот нам немножко не повезло с погодой был очень жесткий слом впервые вот Михаил за 15 лет вообще видит снег в это время чтобы выпал и держался там целый день ну вот тут действительно астраханская зима получилась тут зимой немного снега а тут весной снега выпали да весной в конце марта выпал снег это что-то с чем-то погода должна быть вот такой солнце да она должна устоявшись здесь в это время вот она уже устоявшаяся но вот мы приехали один день была погода вы видели мы половили жереха весьма успешно и потом погода сломалась но в любом случае без рыбы мы не остались ни в один день и даже здесь где ничего не ловится у нас вообще но ни щука не плещется окунь он только гоняет блесну все равно мы его поймали этого окуня а что 800 грамм будем месяц есть здесь пополам с мишкой разделим будем каждый месяц есть вот ребят мишки спелись и пошли вдвоем снимать кружки на лодке будут собирать их чтобы мы не тратили много времени и поедем на базу и я иду сходим в душ и едим вкусного и все вот а летом мы ребят будем ловить сезона на кружки еще до такой что у под десяточку а я буду пока собираться здесь на базе все упаковывать протру что нужно что не нужно не протру вон наши бойцы невидимого фронта гоняют собирают кружки на лодке конечно же это быстрее все делается но лодка на берег не может выехать а мы можем и лодка это здесь может лодка она здесь властвует но на северах еще где-то где-то на болотных озерах на лодке не добраться ребята и водки не заночуешь а мы все-таки где стали там и дом спасибо что ты досмотрел наше видео до конца если понравилось ставь лайк также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики вот это для тебя подобрал youtube вот это наш самый последний новый ролик и вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами если ты еще не подписан обязательно подпишись вот здесь нажми на кружок спасибо пока